Мы с того ДСНТ Березка, Левобережного района, обращаемся к главному полицейскому Михаилу Бородину, Николаю Савруну, прокурору области, и Вадиму Кстенину, главе города. В нашем ДСНТ творится полнейший беспредел. В 2019 году у нас на пост председателя был избран господин... Фадеев Денис Анатольевич. Денис Анатольевич, да. С тех пор в ДСНТ не происходит ничего. У нас жутко раздутая смета, там просто фантастические цифры, мы пытались сами пересчитать, в разы меньше выходят. Дороги настолько убитые, что уже скоро на вертолете будем летать к своим дачным участкам. Теряем номера. Прямо мы потеряли летом номер. И не один я. Да. Господин Фадеев создал свою команду, которая работников при нем. Родственники, друзья, знакомые. Юрист, электрик, слесарь. Бухгалтер. Бухгалтер, да. Вся команда, которая не подчиняется никому. Ни собранию СНТ, ни правиле. В собрании документы нам не предоставляются для отчета. То есть, то ли их нет, то ли он не хочет показывать, то ли там липа какая-то, непонятно. То есть, документы мы не видели ни разу за 4 года. Это летом, 18 июня, мы собрали собрание, чтобы сместить Фадеева. Они провоцируют людей на собрание, кстати. Чтобы все орали, шумели, он разворачивается и уходит. След кричим, отдай нам документы. Он вообще на собрании даже не является. А это единственное собрание, на которое он будет. Связи с ним фактически нет. То есть, на телефон он не отвечает абсолютно. Его секретарь, сам бы назначен, его же сожильницы не отвечают. Секретарь, это его гражданская жена, которая, в общем-то, и ведет все собрания. Мы пытались ее тоже убрать, сместить, у нас тоже не получается. Они просто вцепились и сидят. Да, документы мы не видим. Подойти к Дому председателя невозможно. Две огромные собаки, без привязи, без намордников. То есть, доступа нет. Он кто хочет, то и делает, абсолютно. Не считаясь ни собранием, то есть, высшим органом нашего СНТ, по сути. Воды, кстати, у нас летом, ее дают три раза в неделю, по два часа на опор, ну вот полсантиметра. Набрать бак невозможно, полить вообще ничего невозможно. Ничего не делается. У нас насосы то ли в ужасном состоянии, но если членские взносы наши утекают помимо нашего СНТ, мы уже утонули, наше СНТ развалилось абсолютно. И мы просим прокурорскую проверку, значит, по этой теме прокурорскую проверку. Она была, нам сказали. ОБФ был, прокурорская проверка, чем закончилась, мы не знаем. Но ВОСы ныне там. Среди нам прокурорскую проверку никто не предоставляет. Не предоставляет. Членские взносы за четыре года, с четырех с половиной, вот в этом году он поставил 9 тысяч. За что мы платим, непонятно. То есть, ежегодно примерно на 40% они растут в течение трех лет. А смысла, куда деньги уходят, никто не понимает. Мы примерно прикидываем, что сделалось и что делалось. СМИ-то советское не соответствует реальности. Сейчас он предполагает на собрании, вот 14 февраля, разделить наше СНТ. То есть, там, где он находится, на третьей линии, там как бы более-менее сделано. Там трансформаторы. Мы остаемся без инфраструктуры абсолютно. При избрании ФАДИ в 2019 году членов СНТ было 750 человек на тот момент. А сейчас что-то произошло такое, что у нас членство всего ограничено 200, 211 человек. То есть, они принимают решение. То есть, совершенно не соответствуют с собранием СНТ. Мы приходим 200-300 человек, но наши голоса, 400 человек, наши голоса абсолютно не учитываются. Мотивируются тем, что мы не члены СНТ. Что произошло, мы не понимаем. Хотя, вот я, допустим, с 91-го года член нашего садоводства. И каким образом меня лишили вот этого статуса, я вообще не понимаю. И так много. То есть, мы больше 30 лет, а статус у нас потерян. На основании чего, опять непонятно. И об этом нам никто не рассказал и не собирается рассказывать. Общение происходит только матом. Человек не отвечает на вопросы, отворачивается. Это я про Афадеев говорю. На какой-то вопрос идите вы. Вот нормальный. Общение только матом. То есть, мы не можем достучаться ни до правления, ни до председателя. Ничего не происходит. И в конце концов, мы боимся, что вообще мы останемся мещем. При том, что мы платим взносы. Какие-то деньги, то есть цели вывоз. Долгов у нас нет. Ни за свет, ни за членские взносы. Долгов у каких-то, да, садоводов. Ну, в прошлом году садоводы сбунтовались. Некоторые из них перестали платить. Так он приходит за неуплату членских взносов, один год, замечаю, отрезать свет. Это как? Это не право. Что он совершенно не имеет права, да. Абсолютно. Да, и угрожает поджогам, кстати. У нас есть документальная из телеграммы такая вот статья, строка, которую вот их, кстати, родственница, не знаю, знакомая, озвучила. Про поджоги. Да, какие-то угрозы идут в наш адрес. Вот на наши проблемы. И, пожалуйста, помогите нам, потому что иначе у нас все развалится, мы останемся ни с чем.